Обустроя детскую площадку своими силами, жители одного из дворов Волжского, отчаившись получить помощь от коммунальщиков и местных властей, решили сами установить игровой комплекс. Собрали деньги, кто сколько может, и обратились в соответствующую фирму. Что из этого вышло в репортаже Екатерины Караваевой. Оксана Гаранина с удовольствием катает двухлетнюю Лизу на новеньких качелях. Хотя еще месяц назад это было недоступное удовольствие, говорит молодая мама. В их дворе на улице Пушкина никогда не было хорошей площадки, а одинокая горка и выступающий штырь от сломанных качелей не в счет. Беспокоя за досуг своих детей, родители неоднократно обращались с просьбой установить игровой комплекс в управляющую компанию. Были на приеме у местных властей и получали отказы, нет денег, не попали в спецпрограмму. И тогда жители решили действовать сами. Зашли на сайт, занимается фирма установкой площадки. Туда позвонили, узнали мы цены все. Ходили по дворам, по домам, собирали деньги на площадку. Ну вот люди сдали. Жителям удалось собрать половину стоимости игрового комплекса – около 20 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы оплатила местная управляющая компания. Она же и помогла с установкой площадки. К слову, как отмечают самые активные сторонники благоустройства двора, появление комплекса обошлось родителям в среднем по 200 рублей. Сумма незначительная, однако сколько удовольствия новая площадка теперь приносит и малышам, и тем, кто постарше. Тут раньше качелей не было, но когда я увидела эти качели разные, красивые, я покаталась, было так классно. Гуляют всегда мои друзья, и мы катаемся всегда на качелях. И всегда подходим к другим девочкам и знакомимся. А взрослое население двора, между тем, не собирается останавливаться на достигнутом. В планах – оборудование спортивной площадки для футбола и баскетбола. В этом деле им уже обещали помочь местные депутаты. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».